здравствуйте приветствую вас на канале невия невия это козлова юлия михайловна учитель географии и химии школы номер 10 города кировска и сегодня мы составим с вами план посева или посадок небольшой ликбез что значит посевы и посадки это не одно и то же но различить их очень легко морковку свеклу салат укроп петрушку мы сеем семенами землю то есть если мы сыпем семена землю мы сеем если же ту же свеклу или салат или капусту мы сажаем рассады то есть высаживаем уже подросшие растения мы сажаем картошку сажаем кусты сажаем деревья сажаем укроп редис сеем семена сеем что-то крупное сажаем это не то чтобы очень важно но так будет грамотно не очень красиво когда морковку сажают а картошку сие для чего нам нужен план посева или посадок это будет полезно для начинающих огородников для тех кто ведет исследовательскую работу для тех кто просто хочет сравнить сорта между собой для того чтобы не заблудиться на собственных делянках и это конечно поможет сэкономить время когда придет время посевной если вы забыли поставить этикетки или если этикетки перепутали или они стали неразборчивыми план посева вам поможет не поленитесь составьте его что нам для этого понадобится я это буду делать в орде но в принципе компьютер для этого не обязательно можно обойтись листком бумаги карандашом и линейкой если вы прямо хорошо чертите можно даже обойтись и без линейки как вам угодно абсолютно не важно повторюсь я это буду делать в редакторе вор ну потому что я так привыкла и мне так проще начнем итак я открываю ворд да и здесь создаю таблицу я не буду пропускать отдельные этапы работы в редакторе ворд на случай если кто-то не очень дружит с этим редактором и кому-то может быть будет полезно посмотреть что и как делается повторюсь вы можете делать хоть в фотошопе это абсолютно не важно берем таблицу нам абсолютно не важно сколько там строчек можем поставить например один столбец пока нам больше не надо и поставим там 25 строчек это повторюсь абсолютно не важно случае необходимости лишь не уберем недостающие доставим если помните из предыдущего видео первые две строчки мы ничего не сеяли и и тут у нас будет защитка сюда мы посадим что-то чтобы обозначить кромку нашего поля дальше у нас четыре строчки между которыми 15 сантиметров идет тропинка 45 сантиметров еще четыре строчки по 15 сантиметров тропинка 45 сантиметров и так до конца поля ну размечаем раз два три четыре делаем тропинку раз два три четыре делаем тропинку и так размечаем необходимое нам количество грядок то что мы делали на поле только мы делаем это сейчас на листе бумаги таблицу мы сделали теперь определимся с культурами которые мы будем сей но предположим вот на первую грядку мы посеем репу на вторую укроп на третью укроп на четвертую петрушку на пятую шестую морковь на седьмую свеклу на восьмую салат и на девятую редис если вы знаете что например соловецкая это репа можете саму культуру не писать если же вы не знаете что например супер дукат это укроп то пишите укроп супер дукат морковь нанская то есть пишите культуру если сомневаетесь ну пусть у нас здесь например будет две строчки соловецкой репы и две строчки репы петровской и и и и и и и укроп пусть у нас будет целая грядка супер дуката ну и еще четыре каких-нибудь сорта пусть у нас будет например укроп букет укроп кибрай укроп узоры и укроп кораллы петрушка корневая сахарная то насчет правописания ищите гуглите с правописанием сортов все не очень просто как селекционер заявил этот сорт так он и пишется корневая сахарная все с большой буквы значит все с большой все с маленькой значит маленький первое слово с большой второе с маленькой значит так и пишем но вообще не заморачивайтесь если не лень можете найти реестр государственный реестр там всех этих культур в инете но был по крайней мере он бесплатный можете посмотреть там пусть у нас еще будет там не знаю петрушка богатырь и петрушка курчаво-листная это не сорт это просто разновидность так дальше у нас будет две делянки с морковкой пусть у нас будет две нанских моркови и две лосиностров один нюх вот нюх все с большой буквы потому что это название института тушен и например у нас есть чуть-чуть моркови моркови пурпурный дракон и лонгроуты вот лонгроуты у нас там хватило почти на всю делянку и чуть-чуть у нас посеяли мы прям в этот же сюда же пурпурный дракон вот так и обозначим справа оставим немножко место нам здесь понадобится сделать еще один столбец то есть на участке мы поставим какую-нибудь палочку да или там какую-нибудь этикетку большую колышек и обозначим границу между сортами а здесь оставим промежуток ничего не будем сеять но он на самом деле не пурпурный дракон он там как-то пурпур дракон ну что-то такое и что у нас ну пусть будет морковь витаминная так салат например у нас лолороса два у нас лолороса да салат пускай у нас будет гранд рапец и салат кучурявец одесский свекла детройт свекла египетская плоская свекла пабло еще хороший сорт и свекла он будет бора и редис салат 18 дней например две грядки сакса сакса и например Игорек которые салат салат культуры нам надо наш список как-то назвать и определиться что мы будем сажать в качестве защитки если определились запишем сельдерей у нас будет качестве защитки если у вас что-то другое конечно пишите что-то другое и назовем что это у нас такое называете всегда полностью то есть не надо экономить на словах какие-то сокращения писать ну потому как потом будете смотреть на эти сокращения и думать а что это такое да какая-то картошка капуста что это у нас схема посева возможно у нас еще здесь будут посадки например если свеклу мы будем рассадой высаживать а тут пишем чего тоже не ленитесь перечисляйте все культуры все вот репа до укропа чего там петрушки моркови салата свеклы редиса и напишите год 2020 год это вам поможет если вы решите соблюдать севооборот плюс это вам поможет при необходимости вспомнить в каком году где что вы сели или где вы что сажали небольшое лирическое отступление если вы живете в северных широтах подчеркиваю если вы живете в северных широтах как делать у вас спрашивайте у соседей самое надежное ну вы же не в пустыне свой огород разбиты да у вас есть соседи смотрите как делают они спросите у них потому что в каждом регионе свои особенности свои нюансы так вот если вы живете на севере и у вас есть такое счастье как подарок день то редис вы можете сеять два срока это в конце апреля в теплицу конечно под укрывной материал не пугайтесь я знаю в это время еще сугробы по уши еще морозы могут быть минус 20 но в поликарбонатной теплице если там нет щелей морозов не будет потому что в это время день уже достаточно длинный теплица прогревается и внутри теплицы уже может трава вырасти так что все нормально в конце апреля в начале мая можно сеять редис в теплицу но если например вы хотите все таки посеять его в поле то это придется делать где-то в середине июля дело в том что редис культура скороспелая и обрабатывать его нельзя его даже подкармливать нельзя опять таки в наших условиях редис который не скороспелый мы не выращиваем здесь поэтому что нам надо за счет вот этих сроков уйти от болезни и вредителей у нас на севере два вредителя таких глобальных это крестоцветная обложка от которой нет спасения и капустная муха которая редис очень хорошо ест ну если кто не в курсе редис это родственник капусты так вот чтобы уйти от этих вредителей и чтобы получить урожай редис вы посеете числа 15 июля а значит вам надо будет сделать его либо оставить место ну в середине это не очень удобно это тоже будет зарастать вот эта вот теляночка ее надо будет обрабатывать удобнее удобнее это сделать в конце поля ну или в начале как вам будет угодно то есть где-то там вот в конце вот этот вот редис да пропалывать вот это вот место там перекапывать там как-то его рыхлить ждать вот этих сроков еще немаловажно редис не любит полярный день длинный день если день будет длинный он просто зацветет и урожая не будет в апреле месяц еще есть темное время суток и в середину июля день идет на убыль вы получите урожай но все равно если вы живете на севере за редиской придется следить чуть задеваетесь пойдет в цветуху поэтому важно подобрать правильные сорта так кстати я указываю сорта здесь которые нам здесь подходят для севера так что мотайте на ус все эти сорта для нас подходят вот ну может быть все можно сеять может быть кроме египетской плоской она все таки позднее в наших условиях ее лучше выращивать рассадой либо она будет мелкая так мы написали культуру мы назвали нашу схему все да нет не все потому что неплохо бы еще посчитать площадь как площадь отдельной строчки и это будет у нас площадь питания например если вы хотите посчитать урожай с квадратного метра площадь вот этой вот деляночки вот грядки поскольку нам придется рассчитывать удобрения на каждую культуру свои удобрения то есть где-то мы используем хлористый калий где-то мы например не используем и полностью наше поле площадь нам тоже нужно посчитать рисуем делаем здесь столбик и указываем расстояние я рекомендую указывать расстояние в метрах ну в сантиметрах будет неудобно потому что цифры потом будут громоздкие если вы все-таки решите указывать например в сантиметрах то не миксуйте величины иначе вы в них запутаетесь но я все-таки рекомендую указывать в метрах на защитку обычно уходит ну 50 сантиметров или метр ну у нас будет 50 сантиметров так и укажем 0,5 все у нас эти строчки по 15 сантиметров значит 0,15 0,15 0,15 метров да у нас каждая тропинка 45 сантиметров 45 сантиметров да значит так мы и укажем это так 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 я не на так 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 что так вот насчет этой тропинке здесь конечно если вы дальше будете что-то делать даже если вы просто поставите скамейку чтобы посидеть и отдохнуть вы отступите от своей грядки какое-то расстояние на какое выбирайте сами но я рекомендую если вы думаете там например посеять укроп посадить цветы делать не менее метра а если там кусты или какие деревья сажать будете то делайте ее метра три ну пусть у нас здесь будет какой-нибудь цветничок дальше и мы сделаем один метр собственно сделали теперь как считается площадь площадь всей вот этой вот грядки считается вместе с тропинкой с одной то есть тропинку одну мы считаем точно так же вот здесь мы считаем вот это вот площадь вот этой делянки с тропинкой не метр ну посчитайте те же самые 45 сантиметров почему так делается потому что тропинка же не изолирована от грядок да и на нее тоже расходуется вода расходуется удобрение и в общем-то обмен веществами происходит по всему полю поэтому поле вот этой вот отдельной грядочки площадь отдельной вот этой вот грядочки считается вместе с тропинкой и так после того как мы составили план посева внизу мы посчитали площадь грядки площадь одного образца ну или сорта площадь поля длину поля ширину поля это нам пригодится при подсчете количества удобрения которое надо внести и например если вы захотите посчитать урожай тоже не лишним будет знать площадь которого он собрал небольшая ремарочка вот здесь у меня укроп букет это площадь строчки собственно вот эта площадь 0 6 4 на 0 15 до 4 метра на 15 сантиметров соответственно 0 6 квадратных метров площадь одного образца вот это вот площадь 1 грядки петрушка выделена повторюсь считается с тропинкой ну а теперь небольшая ремарочка уже после того как вы отсеетесь и поленитесь вернуться к своему плану и внести туда коррективы потому что никогда не получается так как планируешь где-то окажется много семян где-то мало каких-то семян не окажется какие-то вы может быть забудете или на месте уже передумаете и решите что вы еще одну грядку сделаете там например с петрушкой или морковкой обязательно вернитесь потом к своему плану и подкорректируйте его также подкорректируйте площадь длину ширину они тоже могут отличаться вы думали что у вас например там 10 метров а перемерили оказалось что у вас там 15 метров всякое бывает так предположим мы все сделали и составили свой план но может быть так что у вас на вашем участке шести десяти пятнадцати неважно сколько соток разработан несколько кусочков несколько небольших участочков везде газоны и вот в одном месте в другом месте в третьем месте вы раскопали там себе такие грядочки чтобы там что-то посеять или посадить тоже не поленитесь и составьте общий план можно даже приблизительно то есть вот мы возьмем какие-нибудь там прямоугольники ну как правило то люди делают прямоугольные до грядки пусть у нас посередине вот будет много да там большая достаточно площадь кусочек здесь разработан кусочек здесь разработан да там побольше да побольше например и например кусочек где-то еще вот здесь да небольшой такой кусочек сделан я рекомендую составить план для каждого даже если вы например посадите четыре образца кабачков или например три сорта капусты не поленитесь все равно составьте поверьте даже в трех сортах легко запутаться напишем где и что не ленимся указываем здесь у нас будет репа что там еще у нас укроп петрушка морковь морковь салат свекла редис ничего не забыли да ну предположим лето теплое здесь мы посадим кабачки под укрытым материалом да здесь мы немножко посадим себе картошки здесь мы посадим капусту подробно тому как мы составим план посева вот для этого участка мы составим план посадки или посадки посева для каждого участка ну в данном случае будет план посадок кабачки картофель капуста капусту мы выращиваем через рассаду итак мы с вами сегодня составили план посева надеюсь кому то эта информация пригодится будет полезно а я с вами на этом прощаюсь ставьте пальцы вверх ставьте пальцы вниз подписывайтесь на мой канал пишите комментарии до новых встреч всего вам хорошего до новых встреч до новых встреч до новых встреч а